Впреки моим предположениям о том, что после выборов повестка в республике начнет угасать и станет неинтересной, прошедшая неделя просто охарактеризовалась каким-то взрывом событий, причем по очень разным направлениям, тут и в сторону строительства бомбануло, и политические события, и всевозможные, в общем, их так много, что придется даже немножко подсократить список того, что мы планировали обсудить на этой неделе, но мы ни о чем не забудем, пару сюжетов мы перенесем на следующую неделю, и я о них коротко упомяну в конце передачи, это касается санатория Карагай и Баймакского района, но начнем по порядку и, естественно, с самых важных политических событий. Самым крупным и заметным политическим событием прошедшей недели, безусловно, был визит ради Хабирова на Валдайский форум, который теперь почему-то проходит в Сочи, но не будем об этом заострять внимание, значит, мне бросились в глаза два заявления Хабирова, которые он сделал на этом форуме, и вообще Хабиров там блистал, он как новоявленный губернатор был обласкан вниманием, значит, людей, которые на этот форум прибыли, он делал там какие-то доклады, и как он сам писал, люди чрезвычайно заинтересовались национальной повесткой в республике Башкортостан, как будто раньше этой повестки не существовало, ну, ладно. Так вот, Хабиров заявил о том, что в Башкирии больше вообще от слова совсем не существует проявлений такого тратительного явления, как ваххабизм и прочие близкие к нему течения. Хабиров сказал, что в Башкирии нет ни одной мечети, в которой мог бы быть или есть ваххабизм. Настолько огульное заявление, конечно, характеризует Радия Фаритовича с точки зрения человека, который, скорее всего, не понимает глубоко ситуацию, вероятнее всего, не знает корней этого отвратительного религиозного явления, ну, и, видимо, как говорится, глубоко не копает, ему главное отчитаться. Это опасное, на самом деле, заявление, потому что, если, не дай бог, и не приведи Господь, в ближайшее отдаленное время случится опять выявление каких-то вот этих вот ячеек, какого-то вот этого подполья, там, каких-то вот этих вот граждан этим делом занимающихся и увлекающихся, Хабиров автоматически попадет в очень глупую ситуацию. Ну, да посмотрим. Второй вопрос, который заинтересовал меня в выступлениях Хабирова на Валдайском форуме, носит, скорее, научный характер, такой, может быть, он покажется кому-то скучным, но, на самом деле, он очень важный. Хабиров заявил дословно следующее. «Мы в Башкирии не знаем и не любим термин «толерантность», потому что в его корне заложен принцип терпения, а народ РБ вовсе не терпит друг друга, а вполне себе живут друг с другом». Вот так заявил Хабиров. Ну, во-первых, в корне понятия «толерантность» лежит вовсе не терпение, а терпимость. Ради Фаридович, конечно, должен иметь некую скидку, потому что русский язык для него неродной, использует он его, прямо скажем, не всегда по назначению, но здесь, если уж человек пустился в какие-то такие сложные, практические, теоретические, но непростые рассуждения, он должен был дать себе труд все-таки ознакомиться с терминами, что они означают, какой контекст несут и так далее. То, что самому Хабирову не нравится слово «толерантность», не говорит о том, что, ну, во-первых, что его совсем не знают в республике, знают ради Фаридовича. Например, я его знаю, еще несколько десятков тысяч человек вокруг меня проживающих. Более того, брать на себя вот этот, как бы, груз ответственности, заявив, что никто тут у нас толерантностью не страдает, извините, конечно, тоже, наверное, неправильно. Но Хабиров не был так однозначен, вернее, односложен в своих вот этих вот громких заявлениях, он продолжил, снова цитирую, «Все мы немного застряли в прогрессивных видениях современной историографии, политологии, а мы в республике живем в дружбе народов», опять сообщил нам Ради Фаридович. Здесь, конечно, вообще полнейший, абсолютный словесный винегрет. Я не знаю, зачем Ради Фаридович использовал в этом предложении слово «историография». Очевидно, что Хабиров абсолютно не понимает значения этого слова, а использовал его абсолютно в музыкальном смысле, то есть ему, видимо, очень понравилось, как оно звучит. Наверное, не лишним было бы сделать ремарку о том, что историография – это наука, изучающая совокупность исследований на ту или иную тему. И эта наука делает акцент на авторские пристрастия исследователя. То есть это наука, исследующая исследование. В контексте той фразы, которую произнес Хабиров на Валдайском форуме, слово было, очевидно, лишним. Но что теперь делать? Вообще складывается впечатление, что Хабиров как-то тяготеет к тому, чтобы казаться умнее и лучше, чем он есть на самом деле. Одновременно с этим, постоянно обращаясь к каким-то упрощениям ситуации. То есть вместо того, чтобы обсуждать действительно сложную ситуацию в республике, с точки зрения национальных взаимоотношений, дело в том, что когда существует больше одного народа на территории, это уже всегда проблема обязательная. Она может быть регулируемой, контролируемой, она может быть последовательно улучшаемой, но это всегда проблема. Хабиров упрощает. Он заявляет о том, что мы все здесь живем в дружбе, счастье и братстве. То есть вот эта вот декларативность, она ограничит, конечно, с таким очень нехорошим упрощением ситуации, которая чревата тем, что если так дальше и пойдет, если мы начнем утверждать, 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 вместо того, чтобы делать, 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 в конечном итоге мы столкнемся с каким-то взрывоопасным явлением. Но, тем не менее, повторюсь, Хабиров склонен к упрощению, склонен к декларативности. Все это говорит, конечно, скорее всего, о недостатке образования и недостаточно глубоком понимании ситуации, которая действительно существует в этой области. Ну и, наверное, как причина еще этого, это то, что окружение у Хабирова, это люди с весьма таким замысловатым образованием, которые не могут не передавать ему вот эту вот инфекцию дилетантства, инфекцию вот этого зазнайства и так далее. Ну, в общем, как говорится, есть что есть, но вот подобные заявления, на мой взгляд, все-таки являются опасными для перспектив развития вот этих межнациональных отношений и решения многих существующих проблем в этой области. На прошедшей неделе продолжилась интрига с назначением премьер-министра правительства Республики Башкортостан. Так и непонятно, каковы перспективы вступления в эту должность Андрея Назарова. Тем не менее, есть некие косвенные и некосвенные признаки того, что процесс его назначения все-таки продолжается, несмотря на первоначальный отказ. Я говорю о том, что в правительстве идут достаточно бурные процессы Назаров знакомиться с делами. То есть, и выглядит это в такой форме, что человек реально вступает в полномочия, несмотря на то, что он все еще не назначен. То есть, он инспектирует ведомство, знакомится с делами, знакомится с руководством, вникает в процессы и так далее. То есть, процесс такой как бы штатный рабочий, который должен был бы идти тогда, когда премьер-министр уже назначен. Вторым аспектом этой интриги я бы назвал повторную волну компромата, которая хлынула через сливные информационные бачки в информационное пространство. Опять, значит, все вот эти истории с сибайскими событиями, какие-то там неимоверные квартиры в Москве, уже начали говорить о негативном влиянии компании «Гранель» на подмосковный бизнес. Ну, то есть, фантазия у этих людей работает, сюжеты развиваются и так далее. Характерно, повторюсь, является то, что это вторая волна компромата в отношении Андрея Назарова. И это тоже определенным образом подтверждает, что вопрос с Назаровым все еще не закрыт. Ну, и третья история про Назарова на этой неделе – это, конечно, история Марина Лепен. Я уже высказывался в прессе на эту тему. Я считаю, это тактической ошибкой Назарова. Нельзя увязывать себя, особенно будучи вот в таком не до конца стабильном политическом положении, с настолько токсичными фигурами, как Марина Лепен. Я предполагаю, что все еще не решено до конца и пиарщикам Андрея Назарова, если они вообще существуют, в чем я сильно сомневаюсь, нужно бегом бежать и отказываться от этой идеи, извиняться перед мадам Лепен, подарить ей башкирский мед и медовуху от Изомата Галина и отменить эту встречу. Почему? Потому что в моем представлении мадам Лепен, конечно, рано или поздно в имиджевом смысле подставит Андрея Назарова. То есть я абсолютно убежден, что однажды она выйдет со свастикой на Елисейские поля, и об этом будет говорить весь мир, а мы будем ассоциировать эту историю с Андреем Назаровым. Зачем это ему нужно, я не понимаю. В общем, я надеюсь на здравый смысл и практичность Андрея Геннадьевича, и надеюсь на то, что эта встреча на башкирской земле, по крайней мере, никогда не состоится. Вторым заметным событием на прошедшей неделе была ужасная история в Стерлитамаке. Речь идет об убийстве собак детьми. Много было об этом сообщений, разговоров, опровержений, снова сообщений. Вкратце история выглядит так, что дети отыскали бездомную собаку со щенками и самым зверским образом с применением взрывчатых веществ уничтожили 11 щенков и их мать. Обсуждалось, повторюсь, это все обширно во всех средствах и массовой информации. Но меня заинтересовала реакция наших новоявленных активистов. Азамат Галин, член Совета по правам человека, мгновенно среагировал, заявил, что он выступит с инициативой в госсобрании о принятии какого-то там загадочного закона о том, что детям, замеченным в подобных проявлениях в жестокости к животным, а может быть даже и в жестокости к своим сверстникам и товарищам, законодательно будет запрещено использование гаджетов, сотовых телефонов, фото-видеотехники, как сообщил нам Азамат Галин, и прочих электронных предметов. Собственно, почему меня заинтересовала эта история? Не потому, что Галин вот эту ересь вынес на обсуждение на поверхности и так далее, это оставим на его совести и оставим как характеристику его интеллекта. Важно понять сам принцип действия вот этого СПЧ и его представителей. Ничего иного, как ограничивать права человека, совет по правам человека придумать не смог. То есть в ответ на какое-то ужасное действительно резонансное событие, которое должно было бы вызвать реакцию такую, что нужно подумать, почему это произошло, что к этому привело и что этому виной, а реакция явилась желание все запретить. Как далеко продвинется фантазия господина Галина, что он еще будет запрещать в случае каких-то событий. Возможно, он будет запрещать топоры, спички, ножи, вилки, корющие, режущие и другие ударные предметы, которые периодически наносят существенный вред людям, а иногда даже их убивают. Но вот на это именно нужно обратить внимание, что Совет по правам человека ориентируется на ограничение прав человека. Ну, я даже не пускаюсь в детали юридические и не обсуждаю то, насколько абсурдны подобные инициативы с точки зрения федерального закона и вообще общечеловеческих законов и правил. Ну, вот полагаю, что Совет по правам человека сразу же с первых дней пошел неверным путем. Теперь, как говорится, к новостям экономики, потому что все оставшиеся у меня в списке на сегодня темы так или иначе касаются экономических процессов, бизнес-процессов, процессов в долевом строительстве и так далее. Начнем с пресловутого «золотого запаса». Вокруг него на прошедшей неделе развернулись бурные события, в отличие от того, что было в предыдущей неделе обсуждение, споры и предложение разных вариантов решений перешли в практическую сферу. Вообще у меня складывается впечатление, что вкладчики «золотого запаса» разделились на две неравные группы. Первая группа – это люди, которые ратуют за силовое решение, за вмешательство в ситуацию силовых структур и решение этой проблемы через аресты, выемки и там всевозможные изъятия. Вторая и большая часть вкладчиков – это та часть, которая склонна к варианту решения через банкротство, через введение арбитражного управляющего, который должным образом аккумулирует и перераспределит активы в сторону вкладчиков в рамках банкротного производства. Первая и меньшая часть вот этих вот товарищей, она, конечно, более активна, то есть, как всегда, меньшинство является более активным, более динамичным, и они на прошедшей неделе добились определенных действий от правоохранительных органов. А именно, 2 октября в рамках доследственной проверки был проведен осмотр места происшествия, предполагаемого там согласно заявлению одного из вкладчиков, а именно на проспекте Октября 55 в офисе Золотого запаса был произведен этот осмотр. В рамках этого осмотра было изъято 10 персональных компьютеров, оригиналы документации договора, и, в общем-то, машина вроде как завертелась вот эта вот вся. Само собой понятно, что изымая компьютеры, с которых производятся платежи, которые так или иначе все-таки производились в последнее время, эти платежи уже производить нельзя. К сожалению, вот эти сторонники вот таких силовых методов не понимают этого механизма. Общеизвестно, что как только правоохранители в подобном плане, вот в подобном ключе вмешиваются в хозяйственные процессы, эти хозяйственные процессы автоматически останавливаются, что, собственно, и произошло. Но в этот раз, конечно, случилось некое чудо. Юристы золотого запаса смогли оспорить решение товарищей из управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции управлением ВДРБ по Уфе. И, выявив ряд ошибок процессуальных в ходе вот этой доследственной проверки и изъятия, удалось вернуть на место эти компьютеры, и, значит, компания заработала заново. То есть, сейчас возможность выплаты опять возвращена золотому запасу, и эти выплаты идут. Что можно здесь сказать, вот резюмируя эту ситуацию, не хотелось бы, наверное, чтобы все это повторялось, потому что абсолютно очевидно, что изъятие компьютеров, там, арест сотрудников, изъятие документации однозначно блокируют хоть какие-либо процессы вот на ближайшее время. Ну, будем наблюдать за этой ситуацией, будем смотреть, насколько здравый смысл тех, кто ратует за цивилизованное банкротство, победит нездравый смысл тех, кто ратует за силовой метод при помощи, там, конницы, кавалерии и артиллерии. Будем наблюдать, будем отслеживать и будем сообщать о новостях в этой сфере. Теперь о компании «Пышка». На предшествующих неделях, не на прошлой неделе, а чуть ранее, развернулись события вокруг этой компании. Компания всегда у всех на слуху, потому что все мы являемся ее потребителями. Так вот, напомню историю следующую. Несколько лет назад компания «Пышка», вернее, одно из ее подразделений приобрела право на недострой в ближайшем пригороде Уфы. Идея была такая, приобрести там недостроенный объект, а именно буквально фундамент, земля городская. Так вот, на этом фундаменте построить придорожное кафе. Был план инвестировать туда серьезные деньги и, в общем-то, начинать, наконец-то, разворачивать вот эту сеть придорожных кафе, которые должны быть вообще-то в Башкирии. Башкирия отличается тем, что у нас вообще эта сфера практически на нуле. Единичные какие-то разовые проявления вот этого бизнеса есть на трассах Уфы. И Башкирия вообще, я вот когда езжу, выезжаю за территорию Башкирии в ту или иную сторону, обращаю внимание, что именно в Башкирии этого вообще нет. Так вот, Пышка взяла на себя такую задачу, такую инициативу сделать вот это первое хорошее правильное кафе и, в общем-то, что-то пошло не так. А именно, выяснилось, что приобретая право на вот этот недострой, не до конца были проанализированы ситуации с арендой земли, хотя предыдущий владелец, который продал Пышке вот этот недострой. Конечно, во-первых, уверял, что договор будет продлен, во-вторых, значит, каким-то образом представил документы из Росреестра о том, что, значит, все оформлено, все правильно. Это тоже очень загадочная история, в которой нужно еще дополнительно покопаться, каким образом так случилось. Но итогом случилось следующее. Пару недель назад город, подав в суд, выигрывает иск в отношении Пышки на возврат 21 миллиона рублей, которые суд, текущая инстанция, посчитал необоснованным обогащением. Вот здесь, конечно, очень сложная, странная ситуация. Дело в том, что весь этот период, пока Пышка пыталась переоформить на себя договор и пока город именно противодействовал этому, никакие работы, никакие строительства на этом участке не велись. То есть, если говорить кратко, то компания Пышка ничего не извлекла из этого земельного участка, потеряла деньги, которые были оплачены первоначальному владельцу недостроя, и теперь ей грозит выплата вот этого то ли штрафа, то ли компенсации в размере 21 миллиона рублей. Говорить о незаконном неправомочном обогащении здесь достаточно сложно. То есть, чтобы обвинять в этом кого-то, это обогащение должно было произойти как минимум, но Пышка не получила денег. Речь идет о том, что администрация города недополучила аренду, при этом сама же эта администрация противодействовала заключению арендного договора. В общем, ситуация во многом абсурдная, но я бы хотел увести из юридического поля эту ситуацию в философскую и нравственную. Дело в том, что в Башкирии семь ведомств государственных, которые так или иначе обязаны по закону, по своим внутренним документам способствовать и развивать малый и средний бизнес. Но, как известно, у семи нянек дитя без глазу. О каком развитии и способствовании бизнесу можно идти речь, когда структуры, муниципалитеты, которые в первую очередь должны развивать и способствовать этим всем событиям, сами же начинают акции удушения и разрушения малого и среднего бизнеса. Я знаю точно, что господин Мустафин, Ульфат Мансурович, мэр нашего города, никоим образом не имеет отношения к этой ситуации с Пышкой. Я предполагаю, что вот это событие, оно произошло в определенном смысле автоматически с точки зрения формального трактования закона. И одновременно с этим я глубоко убежден в том, что компания Пышка является необходимым элементом декора и вообще вот этого бизнес-ландшафта в Республике Башкортостан. И если с ней произойдут события, которые, в общем-то, угрожают произойти, я имею в виду не совсем уж закрытие компании, я надеюсь, этого не произойдет. Но если вот этот ущерб на пустом месте будет ей нанесен, конечно, мы во многом лишимся каких-то благ, которые нам производит эта компания. Я призываю и лично Ульфата Мансуровича, и вообще мэрию Уфы поискать способ урегулирования вот этого странного, на мой взгляд, нелепого конфликта. Я понимаю, с точки зрения судопроизводства сейчас отозвать этот иск нельзя, но всегда можно найти возможность мирового соглашения. И выражаю надежду на то, что эта ситуация будет разрешена к нашему всеобщему благу и даст возможность дальше работать в Пышке нормально, так же, как она работала раньше. Казалось бы, затихла история с какой-то там розовой котлеткой Мухамедьярова. Мы помним, да, когда там обсуждалось, почему в процессе многочасового приготовления тефтелей, они остались розовыми, что это за чудо и так далее. Но на прошедшую неделю опять школьник из 119-й школы сделал заявление весьма такое громкое и категоричное, нафотографировал школьную еду, сообщил о том, что ему надоело голодать, что микроскопическая булка стоит 20 рублей и больше, порции уменьшаются, исчезают продукты, которые там дети любили, потребляли из ассортимента и появляются какие-то новые подороже. В общем, критика в адрес школьного питания продолжается. И, видимо, это все не на пустом месте. Защитники существующей системы ищут всевозможные аргументы. В прошлый раз Мухамедьяров сделал громкое заявление о том, что Башкирию наводняют парагвайские и индийские буйволы под видом говядины. Я не знаю, каким образом теперь в отношении выпечки будет выступать господин Мухамедьяров. Коль скоро он стал официальным защитником официальной системы питания школьников, возможно, Мухамедьяров порассуждает о происках парагвайских и индийских пекарей, которые наняли здесь наемных пиарщиков, чтобы поработить в сферу школьного питания. Я не знаю, до каких еще высот фантазий доберется господин Мухамедьяров, но факт остается фактом. Система школьного питания перенастроена в республике так, что она стала хуже. Более того, мне стало известно, что это, оказывается, традиционная история для команды Хабирова. Из Красногорска сообщают, что там было примерно то же самое. С приходом Хабирова команда взяла под контроль школьное питание, общественный транспорт и еще некоторые сферы. Те сферы, где существуют стабильные, постоянные денежные потоки. И эти сферы потеряли в качестве. Я говорю о Красногорске. Очень близкая история происходит теперь в масштабах всей республики Башкортостан. Ребята просто увеличили объемы. Судя по всему и потому, что говорят люди из сферы школьного питания, люди, которые много лет этим занимались, а теперь с растерянностью взирают на то, что происходит с этой ситуацией. К управлению этими процессами пришли люди, которые не имеют никакого отношения вообще к питанию, к организации этих процессов и к приготовлению пищи. Это особенно пугает. Но здесь у меня есть хорошая надежда и хорошее основание полагать, что ситуация может выправиться. И вот почему. Дело в том, что в сфере школьного питания дело касается детей. А за детьми всегда стоят родители. Родители ни на какие компромиссы в этом смысле не пойдут. Как только они увидят, что детей кормят либо плохо, либо мало, либо опасными вещами, как в некоторых вот случаях с этими розовыми тефтельками Мухамедьярова, родители не дадут никакого спуска. И тут невозможно будет договориться там и зашикать этот вопрос, хотя всеми силами сейчас происходит этот процесс, что пытаются и просят там уговаривать, да не надо, пожалуйста, потише, ладно, мы сейчас решим. Нет, родители никогда не пойдут на компромисс в отношении питания своих детей. И, наверное, это вселяет надежду на то, что этим ушлым ребятам из Красногорска не удастся подмять под себя эту сферу с единственной целью только выкачивать деньги из этих денежных потоков. Ну и традиционно новости долевого строительства. На этой неделе новости были весьма необычными. Почему-то большая часть этих новостей касалась судебных и уголовных преследований, а меньшая часть религиозных аспектов. Ну, начнем с самого такого скандального. Это письмо жильцов или дольщиков, трудно сказать, кто они, потому что они одновременно и жильцы, и дольщики дома ЖК Лимонарий, которые в отчаянии добиться хоть какой-нибудь, какого-нибудь прогресса в их ситуации обратились к Папе Римскому. Общеизвестна вот эта вот словесная конструкция, когда, ну, в разговорах упоминается, что кто должен решать Папа Римский, что ли, там, или Пушкин, что ли. Существует такая вот конструкция в разговорном языке. И в этом случае эта конструкция, судя по всему, явилась причиной вот этого яркого события информационного повода, который случился в ЖК Лимонарий. А именно в перепалке, в разговоре между, ну, отчаявшимися вот этими жильцами, у которых нет горячей воды, там, нет благоустройства территории, там, и прочих многих вещей, они ругались со своей управляющей компанией, которую, собственно, возглавляет родственник владельца компании, застройщика. И в этой перепалке возник вот этот вот разговор, что мы будем писать, да пишите куда хотите, хоть Папе Римскому. И вот в этот момент все и случилось. Надо отдать должное, креативу этих граждан. Они действительно написали письмо понтифику, папе Франциску в миру, Хорхе Марио Берголио, с просьбой не просто помочь им, то есть они не стали просить у него, там, денег или, там, какого-нибудь колдовства, они попросили вразумить застройщика, то есть некими метафизическими способами, либо божественными, значит, какими-то трансляциями передать господину Мансарову, который владеет так или иначе, скажем, компания Су-10, которая в свою очередь является застройщиком этого несчастного дома, так вот, по задумке дольщиков, Папа Франциск должен внушить Мансурову некую ответственность за то, что он делает. В общем, это было бы смешно, если бы не было так трагично. Я полагаю, конечно, что Папа Франциск не станет напрямую влиять на сознание господина Мансурова, хотя, наверное, надо было бы, но, как ни странно, письмо возымело эффект. По крайней мере, в доме появилось отопление. Его в панике подключили, я не знаю уж, каким там законным, незаконным способом, но отопление появилось. Горячая вода, правда, не появилась, люди живут все в тех же нечеловеческих условиях, но процесс пошел. История эта всколыхнула, в общем-то, федеральную, медийную повестку, очень многие издания, даже издание СНОП сообщило об этой истории, там появилась куча всяких картинок и мемасиков, что, дескать, Папа Римский может все, обращайтесь. Ну, в общем, вот такая скандальная история. Эта история, на самом деле, о безответности, о неконтакте между застройщиками, между администрациями и вот этими группами пострадавших людей. Следующие новости, касающиеся долевого строительства, увы, связаны с действиями прохранительных органов и судов. Я говорю о том, что на прошедшей неделе суд по требованию прокуратуры изменил меру пресечения господину Комлеву, руководителю фирмы-застройщика Миловского парка, и Комлеву снова назначен домашний арест. До этого он был под подпиской о невезде, а еще ранее он был также под домашним арестом, и вот теперь его снова помещают под домашний арест. Я не знаю, какие были аргументы прокуратуры, которая требовала вот этого изменения, но у меня складывается четкое ощущение того, что власти и судебные, и следственные, и администрация республики, находясь в тупике и не понимая, как решать проблему Миловского парка, это крупнейший объект проблемного долевого строительства, решили пока на время или на совсем обратиться к методике некой моральной компенсации. То есть, если уж мы вам не можем достроить дома и построить квартиры, давайте мы накажем вот этого злодея. Ну вот, у меня такое предположение. Я не знаю, чем закончится преследование господина Комлева. Сейчас он под домашним арестом, и попадет ли он в места заключения по решению суда, мне неизвестно. Я думаю, что история эта будет очень длинной, потому что суд там тоже будет очень длинным. Хотелось бы понять другое. Хотелось бы понять, насколько дольщикам, нескольким тысячам человек, которые попали в сферу проблемы Миловского парка, достаточно того, что накажут Комлева. Разойдутся ли они по домам и начнут ли заново зарабатывать себе на новые квартиры, успокоившись после того, как Комлева, например, посадят, или этого им будет недостаточно? Вот это меня интересует, насколько право или неправо власти в своем предположении, что достаточно наказать злодея, и тогда люди, как говорится, разойдутся, успокоившись. Еще одно судебное дело в отношении строителя на этой неделе развивается несколько более динамично. Абсолютно неожиданно для всех прокуратура выдвинула обвинение господину Носкову, тому самому пресловутому моему другу Андрею Носкову, с которым мы все еще судимся за всевозможные слова в его адресе, мы обязательно об этом поговорим. Так вот, прокуратура обвиняет Андрея Носкова по двум статьям Уголовного кодекса. А именно, Андрей Носков, совладелец-бенефициар, ну, в общем, хозяин группы компании ПСК-6, обвиняется в мошенничестве, 159-я статья, и нанесение ущерба путем завладения доверием или введением в заблуждение статья 165 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это уже официальное обвинение. Прокуратура требует суд назначить наказание Андрея Носкову в виде лишения свободы на 9 лет. Это я говорю отдельно, отчетливо и понятно, для того, чтобы было, можно было сложить себе впечатление о бизнесмене Носкове. Напомню, что бизнесмен Носков, насмерть обидевшись на то, что я назвал его токсичным бизнесменом в одной из своих передач, подал иск о защите своего достоинства в суд Ленинский города Уфы аж на целых 20 миллионов рублей. Вот настолько он оценил свой авторитет и чистоту своей репутации, как человек, которого самым наглым образом я оболгал и оскорбил его настолько, что он требовал с меня 20 миллионов. И ведь речь шла именно о репутации. Я теперь буду более осторожен. Я не буду давать оценок репутации господина Носкова до тех пор, пока не будет вынесен приговор в его адрес. Но предлагаю зрителям самим задуматься, если следствие и прокуратура согласованно и проанализировав ситуацию и результаты расследования выдвигают уже в суд обвинение в мошенничестве и в незаконном нанесении ущерба администрации Уфы путем введения в заблуждение или обмана, вот какова репутация этого человека, решать зрителям. Я не буду пока характеризовать репутацию Андрея Носкова, но будем внимательно наблюдать за этим процессом, посмотрим, каким образом будет он проистекать, насколько прокуратуре и следствию удастся защитить свои позиции в этом смысле. Ведь это уже не шутка. Это не просто предположение, это не просто следственные действия, это недоследственная проверка. Это уже обвинительное заключение, которое уходит в суд. Вот и посмотрим, как пойдет следствие, а потом полностью и на основе судебных решений охарактеризуем и деловую репутацию, и компании Андрея Носкова. Более того, у нас теперь есть возможность говорить о реальном положении дел в финансах компании Андрея Носкова, потому что в ходе моего следственного разбирательства с ним, которое все еще не закончилось, нам официально и законно предоставили документы о финансовом положении нескольких десятков компании Андрея Носкова. В общем, эту историю я не отпущу и доведу ее до конца. Небольшая, незаметная, но очень характерная новость в плане экономики города, которая характеризует промежуточные результаты деятельности вот этой команды Хабирова. Я говорю о том, что на Затонском направлении на прошедшей неделе случился некий прообраз забастовки водителей. Водители маршрутных такси в большинстве своем не вышли на маршрут, и причиной этого явилась очень простая вещь. Так как им насильно внедрили эти карты ОЛГА, выяснилось, что они с самого начала момента действия этой карты перестали получать зарплату. Как уж у них там была устроена эта зарплата, я не знаю, но в результате внедрения карты ОЛГА водители перестали получать денежное вознаграждение. Само собой, понятно, они несколько против подобной ситуации, вот в знак протеста они перестали перевозить жителей. Что это говорит? Это говорит о том, что сама система, сама схема организации работы вот этой карты устроена настолько неправильно, что страдает, ну, главное звено в этой всей цепочке, пассажир, водитель, посредники и, там, вот этот комитет по транспорту и так далее. Так вот, главными там являются пассажиры и водители. Пассажир платит, водитель получает. Ну, там, естественно, есть какие-то вычеты, там, всякие, значит, траты на налоги, бензин и прочее. Но когда водитель не получает зарплату, все, ситуация останавливается. Карта ОЛГА начала останавливать транспортные пассажирские перевозки у нас уже вот, например, на Затонском направлении. Это тревожный сигнал, я не знаю, насколько на него среагируют власти, смогут ли они выправить эту ситуацию, но если они не будут обращать на эту ситуацию внимания, водители просто перестанут пользоваться этой картой. В самом начале передачи я обмолвился о том, что очень много у нас тем сегодня. Дело в том, что помимо того, что происходило в открытом пространстве, в прошедшей неделе как-то особенно усилился поток обращения в адрес меня лично, в адрес канала и так далее. С чем это связано? Я полагаю, что с тем, что окончательно произошло разочарование вот в этом инциденте. Я думаю, что гибель инцидента произошла в момент подключения отопления всем, когда на эту систему обрушился шквал звонков, обращений, вот этого всего, мессенджеров и прочих-прочих вещей. В этот момент, конечно, инцидент перестал существовать в том смысле, что он не просто не справился с нагрузкой, а ему нечего было сказать. Ну и, естественно, реакцией явилось то, что люди перестали к нему обращаться и доверять ему. Так вот, последние две недели действительно у нас шквал этой информации. Среди разных, очень разных обращений, писем, всевозможных заявлений есть очень важные и очень интересные. В частности, я бы выделил два, которые я хотел обсуждить сегодня, но будем обсуждать чуть позже. Первое – это назначение главврача санатория «Карагай», которое произошло с какими-то очень странными обстоятельствами и, по предположению сотрудников санатория, с большим количеством нарушений, о которых нужно говорить и так далее. Я прошу людей, причастных к этой истории, написать, позвонить, сообщить нам все, что вы знаете о новом главвраче санатория «Карагай» и тех обстоятельствах, при которых он пришел туда работать. Второй интересной темой, которую мы планируем обсудить в ближайшее время, это ситуация в Баймакском районе. Оттуда пришло письмо, вернее, даже это было не письмо, это некая очень обширная, серьезная, добротная аналитическая записка в стиле, который готовят аналитические управления главы администрации. В этом документе подробнейшим образом изложены обстоятельства руководства районом господином Аминьевым, который уже не хамитовское наследие. Это уже ставленник Хабирова, который работает здесь с конца 2018 года. Я имею в виду здесь, это в Баймаке. Так вот, эта аналитическая записка содержит не только прямые обвинения господина Аминьева в каких-то, значит, там непорядках, которые и неурядицах, которые творятся в Баймакском районе, там есть четкие конкретные указания на те события, которые были допущены или организованы господином Аминьевым. Вторая часть этой аналитической записки и вовсе озаглавлена 12 фактов об Аминьеве. В общем, мы будем обязательно в ближайшей передаче говорить о Баймакском районе, в котором, кстати говоря, и процветает та самая дружба народов, о которой молится Радий Фаритович. Обязательно Баймакский район станет предметом нашего внимания и разбирательства. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова